Здравствуйте, друзья! С вами снова Николай Павлов, тренер и эксперт по продуктам Microsoft Office, MVP по Excel, автор проекта PlanetaXL.ru, трех книг по Excel и Power Query и надстройки Plex с кучей макросов, упрощающих жизнь любому пользователю этой программы. Если для хранения своих файлов вы используете облачное хранилище от Microsoft OneDrive, версия для личного использования называется OneDrive Personal и встроена, собственно, в Windows, либо вы и ваша компания можете использовать корпоративную версию этого же сервиса с большим объемом и дополнительными плюшками, которые называются OneDrive for Business, либо корпоративный портал SharePoint, частью которого, опять же, является OneDrive for Business, то рано или поздно вам захочется файлы, которые вы храните в этих облачных сервисах, использовать в ваших отчетах в Microsoft Excel или в моделях данных Power BI для обстроения аналитики и дашбордов. И вот тут она с вами поджидает сюрприз, потому что на самом деле даже в последних версиях ни Microsoft Excel в рамках возможностей настройки Power Query, ни даже Power BI, который традиционно более всеядный и имеет гораздо больший спектр возможных источников данных, не имеют в своем составе коннектора для подключения к хранилищам OneDrive. Ни OneDrive Personal, ни OneDrive for Business. Коннектор к SharePoint, надо признать, недавно появился, но работает он не совсем очевидно. Так что давайте-ка разберем систему, как же подключаться из Microsoft Excel и Power BI напрямую к нашим данным, хранящимся в облачных хранилищах OneDrive или на SharePoint портале. При подключении аккаунтов OneDrive к операционной системе, Windows начинает синхронизировать выбранные папки, и отображая их в проводнике в виде отдельных групп. Вот так выглядит, смотрите, мой аккаунт OneDrive Personal, то есть это мое личное хранилище. Это корпоративный аккаунт OneDrive for Business. И последнее, что здесь есть, это синхронизированные папки из корпоративного портала SharePoint. Давайте начнем с импорта сначала одиночного файла из корпоративного хранилища OneDrive for Business. Смотрите, у меня в облаке есть специальная папочка, называется Sales Reports. Внутри лежит файл MyReport. Давайте я его открою, чтобы вы понимали, что там внутри. По большому счету даже не важно, какая у него сейчас начинка, ну да, какие-то листы, какие-то умные таблицы, не суть. Главное, что вот эти таблицы и листы выборочно мы хотим загрузить в другую книгу для дальнейших расчетов или в модель Power BI для того, чтобы построить по этим данным какие-то визуализации. И вот как раз тут скрывается неочевидный подводный камень. Если мы просто создадим новую книгу Excel и дальше попробуем импортировать в нее данные стандартным образом через вкладку данные, получить данные из файла, из книги. И дальше выберем то самое облако OneDrive for Business, нашу папочку Sales Reports и вроде бы нужный нам файл MyReport, то на самом деле мы будем подключаться не напрямую к облачному хранилищу. Мы будем подключаться к локальной синхронизированной копии облачного файла, хранящейся в данный момент на нашем жестком диске. То есть если в будущем содержимое этого файла там в облаке поменяют, например, наши коллеги, то наш запрос эти изменения не получит, пока мы не дождемся полной синхронизации всего содержимого облака OneDrive на нашем компьютере. Это бывает, прямо скажем, не всегда удобно и порой занимает приличное количество времени. Поэтому и возникает вопрос, а как же подключиться к этому нашему файлу, хранящемуся в облаке, напрямую? И вот тут-то и начинается шаманство. Делаем следующее. Еще разок откроем наш файл, из которого мы хотим взять данные. Перейдем на вкладку «Файл» и выберем раздел «Сведения». Для настройки связи нам потребуется облачный путь к этому файлу в структуре OneDrive. В последних версиях Microsoft Excel здесь появилась кнопка для его копирования. Или если у вас более старая версия Excel, где этой кнопки нет, то вот по этому пути на самом деле можно щелкнуть правой кнопкой мышки и там будет в контекстном меню команда «Копировать путь». Давайте я открою пустой новый файл в блокноте и вставлю туда скопированный путь, чтобы показать вам, как он примерно выглядит. Хитрость в том, что для обращения к этому файлу напрямую в облако нам нужен весь этот путь, за исключением вот этого вот хвостика, вопросительного знака «Вправно 1». Стираем эту ненужную часть, оставшуюся часть выделяем и копируем. Затем переходим в новую книгу Excel, куда мы хотим импортировать данные. И идем на вкладку «Данные», «Получить данные из других источников из интернета». Или же используем одноименную кнопку, которая находится здесь рядышком. Вот она, из интернета. В открывшееся окно вставляем скопированный путь с удаленным хвостиком, нажимаем на «Ок». В появившемся окне выбираем «Способ авторизации». Если мы подключаемся к корпоративному OneDrive for Business, то логично выбрать «Учетную запись в организации». И нажимаем на кнопку «Вход», чтобы Power Query мог подключиться к хранилищу OneDrive for Business с соответствующим логином и паролем. Выбираем «Корпоративный аккаунт». Если вы все сделаете правильно, то появится сообщение, что вы вошли в систему. Все хорошо. Нажимаем на кнопку «Подключение». И тадам! Видите, все содержимое нашего исходного файла. Листы, именованные диапазоны, умные таблицы. Все, что там, если помните, внутри и содержалось. Останется выбрать то, что вам нужно. Нажать на кнопку «Преобразовать данные». Выбранная таблица загружается в редактор Power Query. Ну и вся дальнейшая работа с ней происходит совершенно стандартным образом. Обратите внимание, что в качестве источника данных, это хорошо видно в строке формул, выступает не локальная копия файла, а прямая ссылка на облачное хранилище OneDrive. Теперь давайте разберем способ подключения не к корпоративному, а к персональному хранилищу OneDrive Personal. Давайте я открою в проводнике синхронизированные папки из моего OneDrive Personal. И предположим, вот она, та же папочка «Sales Reports» и тот же самый файл «My Report», прямую облачную ссылку, на которую я хочу впоследствии использовать в моих запросах Power Query или Power BI. В такой ситуации, поскольку это уже личное облако, не корпоративное, подход будет немножко другой. Щелкнем правой кнопкой мышки по нашему файлу и в контекстном меню выберем опцию «Просмотреть в интернете». Наш файл открывается в веб-интерфейсе Excel Online. Это он же, со всеми листами и таблицами, как видите. Но открытый он нам не нужен, поэтому давайте вернемся в папку и сделаем следующее. Выделим файл и воспользуемся командой «Внедрение». Либо что то же самое можно щелкнуть по файлу правой и выбрать «Внедрение». Справа появляется панель, в которой OneDrive автоматически формирует код для встраивания нашей таблицы в любой другой веб-сайт или блок. Давайте я этот код скопирую, Ctrl-C, и для удобства вставлю в новый пустой файл блокнота. Как видите, это приличных размеров текстовая строка, которую нам сейчас придется немного доработать напильником. Во-первых, из нее нам нужен только путь в кавычках. Все остальное нам не требуется, давайте это удалим. Во-вторых, нам не требуется вот этот фрагмент CID. Включаем персант, его тоже убираем. И последнее, что необходимо подправить, это слово «Embed», от английского «Embedded» — «Встраивание». Нужно поменять на «Download». Вот такое маленькое шаманство. Теперь копируем то, что получилось. Ctrl-C и открываем книгу Microsoft Excel, куда мы хотим загрузить наши данные. Дальше идем уже привычной траектории. Вкладка «Данные», «Из интернета». Вставляем сюда скопированный путь и нажимаем на «Ок». Power Query опять нас спрашивает про способ авторизации. В данном случае, поскольку подключение происходит не к корпоративному, а к личному облаку, логично использовать тот же логин и пароль, что и при входе в Windows. Выберем эту опцию, нажмем на «Подключение». Та-дам! Снова видим содержимое нашего файла. Выбираем любой нужный нам объект, нажимаем на «Преобразовать данные». Он открывается в окошке Power Query. Ну и дальше вся обработка происходит уже стандартным образом. Опять же, обратите внимание, что в качестве источника данных здесь прописана не локальная синхронизированная копия этого файла с диска C, а прямая ссылка в облако, откуда мы и забираем информацию. Ну и в завершении давайте рассмотрим случай, когда нам нужно подключиться не к одиночному файлу, а к содержимому целой папки в облачном хранилище OneDrive for Business или на портале SharePoint. Смотрите, вот еще разок. Синхронизированные папки OneDrive for Business. У меня в проводнике папочка «Sales Reports» и уже не один «MyReport», а несколько файлов с отчетами, которые сюда помещают, например, ваши коллеги, периодически что-то добавляя или внося какие-то изменения. Подключаться к отдельным файлам в данном случае очень неудобно, потому что их может быть много и их количество может все время меняться. Гораздо проще и правильнее будет подключиться сразу ко всей папке. Для этого делаем следующее. Челкаем правой кнопкой мышки по синхронизированной копии нашей папки в проводнике и выбираем команду «Просмотреть в интернете». Содержимое папки открывается в веб-интерфейсе, откуда мы должны из адресной строки скопировать фрагмент вот этого пути, чтобы потом использовать его в запросе Power Query. Полный путь нам не нужен. Нам нужен кусок от начала и до фрагмента со словом «Layouts». Вот эта вот часть. Копируем ее. Ctrl-C. И переходим в тот экселевский файл, куда мы хотим загрузить эти данные. В этой книге идем на вкладку «Данные». «Получить данные» из файла из папки SharePoint. Вставляем сюда Ctrl-V скопированный путь, нажимаем на «Ок». Как и в прошлых случаях, выбираем способ авторизации. Учетная запись Microsoft и жмем на кнопку «Вход». Выбираем одну из имеющихся учетных записей для подключения к SharePoint или OneDrive for Business. Появилась надпись «Вы вошли в систему», значит все хорошо. Жмем на «Подключение». Появляется окно предварительного просмотра, в котором мы видим начало списка найденных на портале файлов. Жмем на кнопку «Преобразовать данные». И поверх окна Microsoft Excel открывается окошко редактора запросов Power Query, в которое загружается список всех файлов, которые нашлись на портале SharePoint. На самом деле это совершенно чудовищный, может быть, список. На корпоративном узле SharePoint могут легко храниться десятки и даже сотни тысяч файлов. Power Query, к сожалению, загружает их все, а не конкретную папку, которую мы просили. Как следствие, по скорости такой запрос может быть, мягко говоря, не очень шустрым. Но тут уж салявий. Чтобы добраться в итоге до нужных нам файлов и сузить круг поиска, можно использовать колонку FolderPath. Чтобы проще было изменить ее ширину, имеет смысл перенести этот столбец левее и сделать двойной щелчок в шапке таблицы для автоподбора ширины. Дальше можно сделать простую фильтрацию по этому столбцу, чтобы отобрать нужную нам папку. Разворачиваем фильтр, выбираем опцию «Текстовые фильтры содержат» и вводим имя нашей папки. На этом моменте, скорее всего, придется немного подождать. И вуаля, смотрите, вот файлы с городами. Лишние колонки теперь можно убрать, правой кнопкой удалить другие столбцы. Ну и дальше работать с этим списком файлов в привычном образом. В частности, развернуть содержимое этих файлов, щелкнув по двойным стрелочкам в столбце «Контент». Опять же, важно понимать, что подключились мы не к локальной папке, а напрямую к облачному хранилищу OneDrive. Если открыть шаг «Источник» и посмотреть в строку «Формул», то хорошо будет видно, что запрос данных идет по веб-ссылке с сервера SharePoint. Если в будущем кто-нибудь, вы или ваши коллеги, поменяют содержимое этой папки, скажем, я заброшу сюда еще несколько файлов. Вот, смотрите, четыре новых файла было загружено в облако. А теперь мы вернемся в Power Query и на последнем шаге обновим наш предварительный просмотр. Немножко ждем и... Та-дам! И новые файлы появляются в результатах нашего запроса. Вот, собственно, и все хитрости. Конечно, все перечисленное является, откровенно говоря, костылями в той или иной степени, но у всех этих костылей есть один большой плюс – они работают. Так что теперь, нарвавшись на одну из похожих задач прямого импорта данных из облака OneDrive или из портала SharePoint в вашей модели данных в Power BI или в Microsoft Excel, вы уже не растеряетесь и будете знать, что делать. Ведь когда знаешь, все просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok